Какие показания? И все от этого зависит. Посмотрите на ребенка, посмотрите на его дыхание, обследуйте его. Я понимаю, у нас мало времени, но, ребята, ребенок, вот всегда смотрите его, как на своего родственника, пожалуйста. Не надо на ребенка, ну давай, так ладно, хай будет. Ужас. Какие абсолютные показания у нас для аденоидектомии? Кстати, как правильно сказать? Аденотомия, аденоидектомия. Мы же с вами удаляем практически всю миндалину. Поэтому в данном случае можно сказать эктомия. Если мы делаем просто так, то мы делаем аденотомию. Поэтому в данном варианте, ну как-то вы знаете, у нас привычный термонаденотомия так осталась. Мы друг другу, когда говорим, мы понимаем, о чем мы говорим на сегодняшний день. Поэтому, конечно же, если выражены аномалии, то, что я вам показал, конечно, если есть рецидивирующие средние атиты, еще раз говорю, пусть каждый из вас будет собственным судьей и сделайте так, чтобы ваш ребенок все-таки был здоровый во всех отношениях. Какие относительные показания? Ну, это самое главное затруднение носового дыхания. Даже если большие аденоиды, тысячу раз подумайте, прежде чем назначить операцию аденотомию. У дорослых. Что мы имеем на увазе? Дело в том, что я уже вам сказал, проведенные нами исследования доказали, что у третьего населения есть остатки аденоидной ткани. И они всегда находятся в стадии хронического воспалительного процесса. Это очень важно знать. Там всегда все идет. Поэтому смотрите сами. Если можете, вообще все сначала начинайте с терапевтического лечения. Попромывайте, сделайте кукушку, введите туда лекарственные вещества, введите в носоглотку топические стероиды, все, что нужно. Только вводить надо так, как я сказал. Потому что если будете сами пытаться вводить, вы попадете или в перегородку, или в противоположную сторону. Надо только, чтобы делал это обязательно другой человек. Не обязательно врач, нет проблем. Поэтому на сегодняшний день, вот мы говорим о пное у детей. Чаще всего, вы знаете, у детей, сколько я знаю, вот они спят на спине. Не увидите западание. Особенно очень красиво сказал наш академик сегодня Тимин, что у детей наличие гипертрофии левойной ткани, это естественно. Потому что он формирует свой иммунитет. И когда они ложатся на спину, то запрокидываются миндалины. И, конечно, вот отсюда получаются все проблемы. Научите, спросите у мамы, как он спит. Переверните на бочок, как он будет это посмотреть. То есть, обратите внимание. Спасибо.